Всем привет, с вами Евген. Сегодня мы разберем очередную песню группы «Wir sind Helden», которая называется «Von hier an blind». Сразу предупреждаю, по смыслу она очень странная, но тем не менее безумно интересная, как мне кажется. Поэтому давайте приступим сразу к делу. Поехали. Первый куплет. Штрофа 1. Между двух вопросов, в промежутке между двух дней, не осталось ничего, что можно сказать, никакой беды, чтобы на нее посетовать. И я нам дин ваген und ging vor ihm in die Knie. Ich sagte, ich weiß nicht weiter, war ich noch nie, war ich noch nie. Взяла машину и встала перед ней на колени. Я сказала, я не знаю, как быть дальше, со мной еще никогда такого не было, со мной еще никогда такого не было. Ich und der Wagen und der Bienenschwamm im Magen und die Straße, die zu schlagen war, wir haben uns vertragen, aber Я и машина и рой пчел в животе и улица, по которой нужно пройти, мы договорились, но Vor zwei Tagen ging der Wagen in die Knie. Er sagte, ich weiß nicht weiter, war ich noch nie. Два дня назад машина взмолилась. Она сказала, я не знаю, как быть дальше, со мной еще никогда такого не было. Ну и давайте перед тем, как мы перейдем к припеву, разберем этот насыщенный и очень интересный первый куплет. Вначале здесь все достаточно просто. Между двух вопросов. In der Lücke. Lücke – это промежуток, пустое некое пространство. Иногда в заданиях говорят «заполните пропуски». Так что Lücke может еще переводиться как «пропуск». И дальше вот эти вот предложения «Lichts mehr zu klagen, kein Leid mehr zu beklagen» зависит от глагола «bleiben». То есть не осталось чего? Не осталось ничего, что можно сказать, и не осталось никакой беды, на которую можно посетовать. Вот это вот «beklagen». «Die klage» – это жалоба, «beklagen» – жаловаться на что-то. Ну и дальше. И у нас по-русски «машина она», а по-немецки «дэр вагн» – мужской род. И поэтому здесь «фо им» – я встала как бы перед ним на колени, но мы переводим «перед ней», потому что у нас машина женского рода, а у них мужского. И дальше две интересные фразы. «Ich weiß nicht weiter» переводится «я не знаю, как быть дальше». И вот это вот в квадратных скобках – этого нету дословно в немецком тексте. Но без этого русский будет неполный. Есть такой немецкий глагол «weiter wissen». Это «знать, как будут дальше обстоять дела», «знать, как дальше что-то пойдет». И они очень часто говорят на самом деле эту фразу. «Ich weiß nicht weiter», «Ich weiß nicht weiter». «Не знаю, как быть дальше». И следующая фраза дословно «была я еще никогда». То есть «я никогда еще не была». И здесь может иметься в виду место «я никогда еще не была на этом месте». Либо «я никогда еще не была в этой ситуации». «Я никогда еще не была в таком состоянии». Здесь нам на самом деле немножко недостает информации, что конкретно имеется в виду. Но мне кажется, наша русская фраза «со мной еще никогда такого не было», «никогда такого не случалось». Наиболее адекватно передает то, что здесь заложено. Далее. «Ich und der Wagen und der Bienen schwamm im Magen». Это прям дословно. «Roy пчел» и «Magen» в животе. Что это за образ такой, почему они решили употребить его в песне, честно говоря, я не знаю. Если у вас есть какие-то идеи, напишите мне, пожалуйста, в комментарии. Следующее предложение «und die Straße, die zu schlagen» war интересно употреблением, во-первых, глагола «schlagen» в данном значении и глагола «sein» как модального. Когда у нас от глагола «sein» зависит инфинитив, тогда это все дело переводится, что нужно что-то сделать. То есть «die Straße, die zu schlagen» «ist» — это улица, которую нужно пробить, как бы дословно «schlagen», это «бить». Но в данном контексте «schlagen» может и должен на русский переводиться нашим «пройти». «Die Straße schlagen» — это не «побить улицу», а «пройти ее полностью». Далее. Мы договорились. Вообще «vertrag» — это договор. Мы заключили некий договор. Но два дня назад Опять здесь есть ледословно «машина упала на колени», то она перед ней на колени падала, то теперь машина перед ней на колени падает. Но здесь можно образно перевести «машина возмолилась». И опять же «она сказала». Мы говорим «она», потому что машина женского рода. Здесь «я», потому что «der вагн» мужского рода. И те фразы, которые мы уже разобрали. «Ich weiß nicht weiter, war ich noch nie». Теперь давайте разберем. Сначала перейдем, потом разберем припев. «Ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht wo wir sind. Ich weiß nicht weiter von hier an blind». «Я не знаю, как быть дальше», «Я не знаю, где мы», «Я не знаю, как быть дальше», «Отсюда вслепую». Мы могли бы сказать «отсюда идем» или «отсюда едем вслепую». Ну и дальше, собственно, повторяется то же самое, поэтому я не стал переводить. «Ich weiß nicht», «Ich weiß nicht weiter», «Ich weiß nicht wo wir sind», «Ich weiß nicht weiter». «Von hier an» – это «отсюда», «отсюда». «Von an» – это двойной предлог. Вы, наверное, знаете такое выражение «von kindheit an» – «с детства». Давайте я его прямо напишу. Вот оно. «Von kindheit an» – «с детства». Можно еще сказать, допустим, «von geburt an» – «с рождения». И, как вы понимаете, это вот такой двойной предлог, когда предлог ставится не только перед словом, но и после слова для того, чтобы полностью передать вот это значение. Еще один похожий предлог, но немного устаревший – это «um что-нибудь» – «villen», который переводится на русский «ради чего-то». И в современном немецком языке эта фраза плотно осталась, закрепилась вот в таком выражении, которое часто говорят. «Um Gottes willen» – «ради бога». И мы здесь по этому окончанию, «нет кого чего бога», «с» на конце, видим, что вот этот вот «um willen» работает с как раз родительным падежом. Ну, а мы пойдем дальше. Второй куплет. «Ich und mein magen und der Kopf in meinem kragen liefen, blind getragen von zwei Füßen, die nichts sagen außer». «Я и мой живот и голова в воротнике». Можно еще перевести «и голова на шее» или «в шее», дословно уже «крагн» – это либо «воротник», либо «крагн» – так еще «шея» в принципе называется. Вообще самое базовое слово для шеи – это «хальс», но «крагн» может выступать как синоним. «Liefen» – значит, вот это вот все шло, поэтому я решил здесь передать. «Мы шли вслепую несомые двумя ногами». Прям дословно постарался передать. «Ногами какими?» «Которые ничего не говорили, кроме» «Признай себя побежденным» и становись, в конце концов, на колени. Я сказала «я не знаю, как быть дальше, со мной еще никогда такого не было». И давайте сразу разберем вот эти интересные выражения. «Отдай себя побитым». Дословно «дай себя побитым». Но это сплошь и рядом используется, это как раз такое вот это очень интересное такое выражение, которое переводится «признай себя побежденным», «признай свое поражение». И опять это с коленями, да? И иди, становись, в конце концов, «Иди к ней» «На колени». Здесь больше ничего такого нет. Поехали дальше. У нас припев, курс, который мы уже с вами разобрали. И последний бридж. Читаем. Ну и дальше опять у нас начинается припев. Итак, переведем. «И не доходя тысячи метров до ворот снаружи, послышался шум и запел мужской хор. Потом была тишина, и между тем и до этого пауза навеяла мне на ум глупые мысли, и я...» Ну и потом начинается припев. Очень интересные предложения. «Kina thousand meter». Дословно «никаких тысяч метров». Используется для того, чтобы передать вот именно этот смысл, не доходя какое-то расстояние. То, что я перевел снаружи, это «drausen», а «fodimto» дословно «перед воротами». То есть мы были снаружи, перед воротами, не доходя до них тысячу метров, то есть километра, по сути. И вот в этот момент послышался шум, «brausen», шум, такой шелест, непонятный какой-то звук. И дальше «s» как бы вводит безличное предложение, но здесь все-таки подлежащим является «meneco». И запел мужской хор. Далее дословно, затем была тишина, и между тем и до этого, видимо, просто вот все время, все время происходило то действие, которое будет описано следующим предложением. Пауза здесь подлежащая. «Zet ste noia flausen in mein ohne». «Веяло мне на ум глупые мысли». Так можно расшифровать данный фразеологизм. А если попытаться передать его дословно, то «pause setste» как бы засунула «noia flausen». Вообще вот это вот «flausen» дословно не переводится. Но если посмотреть этимологию данного слова, то оно образовалось от слова «клочок». Клочок шерсти, клочок, в общем, какого-то материала. Что-то такое, знаете, ненужное, что по воздуху летает. Вот такой смысл здесь. Поэтому как бы пауза засунула новые клочки шерсти в мое ухо. То есть как бы заткнуло мне уши чем-то, так что я нормально слышать не могу. И вот этот образ используется для того, чтобы обозначить какие-то глупые мысли или какие-то отговорки. Есть еще и такой вариант. Ну вот и все. Такая вот песня. Я надеюсь, вам было интересно и полезно все это узнать. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы изучаете немецкий язык. Если вам в принципе нравится то, что я делаю, то у вас есть возможность поддержать меня на Патреоне, Бусти Туоиде, на временном пожертвовании или тем, что поделитесь этим видео со своим другом или подругой, который изучает немецкий язык. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое за внимание и до скорых встреч. Auf Wiedersehen. Tschüss. Всем пока. Пока.